Дорогие мои, привет-привет! С вами Александра, Швеция. И сегодня я вам хочу рассказать про историю одной семьи иммигрантов. Что приехала сюда, в Швецию, и я бы назвала это видео «Был ли он хорошим мужем?» Или что у медали две стороны, да? Ну, это из той же темы, да? И этот вот мужчина, про которого сегодня пойдёт речь, вот я бы и сказала, да, что у него было две стороны. Итак, семья приехала в Швецию за длинным рублём, за хорошей жизнью, ну, в данном случае за длинной кроной. И они надеялись, что их дети получат лучшую здесь жизнь. Но это, знаете, вопрос такой, получат ли дети лучшую жизнь, если родители без конца на работе и заняты зарабатыванием денег. Итак, эта пара вдарилась в зарабатывание денег. Это было давно, тогда всё ещё работало, и они в том числе работали по ночам. И однажды их соседи пожаловались, что дети маленькие дома одни. И стала к ним приходить социальная служба почти ежедневно. Женщина перестала работать по ночам, а мужчина работал и работал и работал. Он сам был из очень обеспеченной семьи у себя на родине. Он с детства привык много работать и привык, что мужчина – это добытчик, и у мужчины должны быть деньги. Более того, у него были такие тесные связи с мамой. Он любил маму, любил сестру. И сестра, поскольку была младшенькая, то, конечно же, ей отсюда отсылались деньги. И даже он ей однажды купил новую машину, потому что ей так захотелось. И он мог, допустим, проезжать по полю по-крестьянскому у себя и увидеть, что какие-то там крестьяне из соседних деревень, они имеют сапог, и мог им дать деньги на сапоги. Вот он такой был человек. Он отдавал всем деньги в долг, если надо было. То есть ему иногда эти деньги отдавали, иногда ему эти деньги не отдавали. Сыновья он своим тоже по совершеннолетию. У него два сына. Он купил им по машине двое детей, старший и младший. И он их старался не баловать, старался тоже воспитывать в строгости. Это с одной стороны. Но с другой стороны, опять-таки, как он мог их воспитывать в строгости, если он любил зарабатывать деньги. И вот он поставил на карту свою жизнь и деньги сделал приоритетом. И в тот момент, когда он работал, его младший сын связался с непонятно какой компанией. Ну, надо оговориться и сказать, что младший сын не хотел учиться. Учился очень-очень плохо в школе. Извлекал он плохо. И этот вот мужчина, он не придавал значения, что ребенок плохо учится, что у него страдает дисциплина. Он думал, что взрастет и взрастет. А то, что нужны были дополнительные занятия, может, нужны были репетиторы. Зачем они так много работали? Зачем? Чтобы ребенок связался с плохой компанией или чтобы у них не было денег на репетиторов. То есть некоторые говорят, что у репетиторов дорого. Ну, вы знаете, вообще репетиторы, во-первых, это не дорого, да? А во-вторых, они не дороже жизни. Не дороже жизни, а не ребенка. И дальше случилась такая история. Мужчина этот погиб. Сыновьям где-то было лет по 21 и 23. Вот так вот было сыновьям. То есть они уже вступили во взрослую жизнь. Не получили они образования. В то время можно было и после гимназии устроиться на работу. Было такое здесь сладкое время, когда было много рабочих мест. И это было нормально, не идти учиться, если ты не хотел. Ну, теперь мы, видите, заканчиваем. И у нас нет рабочих мест. А тогда, ну, другое время. Итак, что случилось дальше? Дальше больше. Дальше вот его второй сын, младшенький, женился на женщине, которая сильно любила деньги. И она его подговорила на воровство. Он ходил, стал обворовывать квартиры. Как-то находил людей. Вы знаете, что в Швеции все прозрачно. Нельзя тут скрыться от кого-то, если ты особо этого не хочешь. Ну, в смысле, это надо постараться, да? Чтобы твой адрес, чтобы информация о тебе не была в интернете. То есть здесь все очень прозрачно. И даже люди обеспеченные и знаменитые. Про них тоже все известно, где они живут, и их телефонные номера. Вот такая здесь у нас страна. Итак, вот что было, да? Эта женщина его подговорила. Дальше был суд. Дальше была куча всяких разных неприятностей у этого молодого человека. Что я хочу сказать? Вот итог этой беседы сегодня с вами. У меня был здесь педагог из Боснии. Он приехал сюда ребенком. Самир его звали. И он рассказывал, что когда они сюда приехали, папа никак не мог найти работу. И ходил каждый день в службу занятости. И говорил им, вы знаете, мой сын видит, что я живу на пособии. Я ни в чем не нуждаюсь. Но мне нужно куда-то ходить каждый день, чтобы я подавал своему сыну пример. Потому что я не хочу, чтобы мой сын связался с плохими людьми. Ну и вот в итоге, да, мой преподаватель Самир, он еще, мало того, что стал педагогом, он еще и бегал за плохими парнями по ночам. Спасал их от плохих дел. То есть, ну, все люди разные. Один родился посильнее с психикой, а другой послабее. И ему нужна помощь. Вот нашему герою, нашему молодому человеку, ему нужна была помощь. Да, но поскольку он вырос без такого отцовского внимания. И, по сути, в общем-то, можно сказать, что его воспитала улица, пока папа зарабатывал ему деньги на машину и на какую-то там квартиру, на какое-то жилье. Ну, мужик этот, наш герой, да, он не был... Ну, так случилось, что отец, когда погиб, он не оставил никакого жилья, ни дома, ни квартиры, ни денег на счету. Потому что он сильно помогал своей сестре и давал в доктус. После него ничего не осталось, да. Этот наш герой, он пошел жить в съемную квартиру в начале своей жизни. Да, сначала он жил с родителями, то есть, когда отец ушел через несколько лет, он женился вот на этой женщине и пошел в съемную квартиру. Вот так он начал жить. То есть, вот то, что... Мораль такая. То, что этот мужчина так много работал, а все, в общем-то, пошло прахом. Плюс он упустил своего сына, и жена осталась двумя вот такими сыновьями. Ну, у первого все хорошо, вроде как. А второй вот такое вот на нем клеймо, такой позор. Я, честно, не знаю, что там дальше было, но ясен пень, что было плохо. Поскольку он воровал, ему надо было потом штраф выплачивать. И я знаю, что там еще какие-то санкции должны были быть. Вот так, да, как можно эмигрировать и погнаться за деньгами, и в итоге все потерять. И вы знаете, таких историй не одна. Бывает, и женщина выходит замуж, и так вот с первым ребенком, да, первого ребенка сюда волочет, а он подросток. Кстати, я занималась с мальчиком немецким языком давным-давно, много лет, а они были из России, и поехали они в Швейцарию. А мальчик был подросток, она его поволокла подростком. И вот он там стал болеть, болеть, и чахнуть, и вяхнуть. И они никак не могли найти у него ничего. И поехали они в Россию искать что-то там. И в России ничего не нашли, но парень от этого страдал. То есть есть такие моменты в жизни, когда нас нельзя кантовать, когда нам надо много внимания. И вот родители этого иногда не понимают. Я ни в коем случае никого не осуждаю. Вы не надо там писать, там, Александра, вы там не судите, вы завидуете. Особенно вообще зависть мне, знаете, не характерна. Я вообще никому не завидую с ранней молодости, с юности. Я расскажу почему, как мне будет, да, когда мне хватит на это сил моральных. Но это не то, что я завидую, я это рассказываю. В общем, не надо писать там такие комментарии. Я знаю, некоторые любят там написать, что вы там судите людей. Нет, я их не сужу совсем. Я рассказываю так, как есть у них, да. Вот у них было так, что эта женщина не подумала, как будет ее сыну. Как он этот момент переживет, да. Она могла его оставить в России, пока он там чуть-чуть взрослеет. Кстати, у меня были такие женщины, знакомые, которые вот на момент взросления, в таком взрослом подростковом вырасте оставили своих детей в России. И потом либо эти дети повзрослели и переехали к матерям за границу, либо эти дети устроились уже в России на своей родине. Но эти вот дети, которых оставили в покое, которым дали нормально повзрослеть, у них у всех хорошо сложилось. А эти дети, которых сорвали в подростковом возрасте, в эту неизвестную жизнь, да, у них, ну, скажем так, у них были большие проблемы, и кто-то вот смог со всеми проблемами справиться, а кто-то, знаете, живет на пособии. У меня была женщина одна знакомая. Ее дочка в 23 года никогда не училась, не работала, жила на пособии. И я думаю, что одна из причин была, что мать ее дернула вот в этом взрослом подростковом возрасте сюда, да, когда ребенок еще не осознавал себя до конца. Так вот, вернемся к нашему герою. Вы знаете, я про него, про этого мужчину много-много думала, да. И я думаю, а на самом ли деле вот он был хорошим отцом и хорошим мужем, почему он все время думал про свою сестру, про то, что ей надо купить машину, про то, что матери надо дать денег и ей угодить. Почему он не думал про свою жену, как вот ей будет жить, и почему он не думал про своего сына. И когда эта женщина просто, наверное, да, говорила мне, вот мой муж хороший-хороший, добрый-добрый, и я стала задумываться, вот это она говорит от чистого сердца, или она про себе просто вот это вот говорит, вот мой муж был хороший-хороший-хороший, потому что мне кажется, что если у женщины муж хороший, она не будет на каждом углу кричать, какой у нее был хороший муж. И вот это меня навело на мысли и подтолкнуло сделать вам видео, да. И я спросила ее однажды, что вы советовались, да, перед тем, как купить машину сестре, это же очень дорогая покупка, новая машина с конвейера, извините, или перед тем, как выставить маме деньги, вы советовали сколько, чего, как? Она говорит, нет, это же был мой муж, он принимал решение сам, и, конечно, нет, он со мной не советовался. Ну, понимаете, такая боль в душе, да, я не стала, естественно, спрашивать, а ты действительно веришь, да, что он был такой хороший, надежный человек, каким вот ты всем ходишь и рассказываешь, каким вот был твой муж. Нет, вы знаете, я пришла к выводу, что хороший муж, хорошая жена будет в первую очередь думать о своей семье, о своем ребенке. Понимаете, если бы его сестра была больная, кривая, хромая, это один вопрос, ну, его сестра вышла замуж, 16 лет, да, ну, по тем стародавним временам, там, лет 60-70 назад, это, в общем-то, ну, да, рано было, конечно, но, с другой стороны, и не так уж и рано, и я говорила, у меня сестра вышла замуж 14 лет, и ничего, они до сих пор вместе живут, и никто на себе волосы не рвал, и не кричал, и она себя в грудь не бегает, не бьет, я вышла замуж рано, поэтому мне все должны. Понимаете, да, она была замужем его сестра, она также получила наследство деньги, родители пожалели ее, построили ей квартиру в городе, вот, понимаете, то есть не было нужды тянуться на чужую семью, плюс у нашего героя было еще два брата, они не эмигрировали, они остались у себя на родине, и они работали, а мать его чем занималась, да, она брала у сына деньги и давала их дочери, 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 то есть было четверо детей в семье, трое мальчиков и девочка, вот это, понимаете, это повод просто задуматься, мне на этих историях, знаете, много, я просто рассказала вам вот одну из них, да, таких историй много, много, когда муж почему-то думает о семье сестры и о семье своих родителей, причем отец никогда у него деньги не просил и никогда не говорил, что у них там плохо с деньгами, семья, говорю, была обеспеченная, они в этих деньгах, которые доставали здесь, потом кровью, слезами, ночами, это социальная служба, тяжело им деньги доставались, то есть тяжело, возможно, он бы и не погиб бы, да, он переходил дорогу, и его машина сбила ночью, когда он шел со смены, представляете, да, может быть, этого бы и не случилось никогда, если бы все было бы размеренно и спокойно, ну вот, я и думаю, был ли он хорошим мужем, мои дорогие, что вы думаете по этому поводу, и по поводу стоит ли эмигрировать, когда уже какая-то такая серьезная ситуация, надо делать выбор в жизни, что вы думаете про это, мне интересно было бы узнать, с вами была ваша Александра, швеция, маленькая.